Ой, что здесь, что здесь? Ложка для малого. Засунул, высунул, засунул, высунул. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня будет, о-о-о, моя сумка! А самое интересное, что же в ней лежит? Да, вы давно просили видео, и я давно-давно снимала это видео. Конечно же, с рождением ребёнка у меня изменилось, что лежит в моей сумке, но не совсем. А вообще, прикол того, что в моей сумке, является тем, что я не знаю до конца, что в ней. Потому что я очень редко убираюсь в своей сумке, и постоянно там всё скапливается, скапливается. И прошлые два раза было понятно, что у меня просто не сумка, а мусорное ведро какое-то. И я не знаю, что сейчас в ней, и на самом деле, если я сейчас увижу, что там действительно очень много лишнего, и прям позор-позор, я вообще не буду выкладывать это видео. Хотя, вы знаете, меня сложно смутить, да? Ой, что здесь, что здесь? В принципе, так-то немного, но дай самой вспомню и разберу сумку. Кстати, прошлое видео я снимала, как раз-таки разбирала сумку, думаю, да, я вам сниму, что там лежит, и сама покажу, и вас посмешу. В общем, первое, что в сумке... в сумке у меня нет, кстати, карманов никаких, вот, всё, она просто вот так вот лежит, и всё, я буду показывать. Первое, что я покажу и лежит в моей сумке, это такой пакетик, в котором всегда всё лежит для детей. Для детей, для одного моего ребёнка, для детей, ну, по этому, по Фрейду, да, будут ещё дети. И в этом пакетике я всегда держу, то есть у меня здесь памперсы, вот, два памперса, с собой беру на всякий случай, как бы, мало ли что. И всегда здесь у меня лежит что-то поесть ему, если вдруг ребёнок проголодался, вот, фурута няньку беру, что-то такое, и вот такое вот молчко. Это если нам резко надо где-то поесть, потому что в кафе мы вот так вот прям, я его ещё не кормлю той едой кафешной, да, поэтому я с собой беру что-то поесть всегда. Вот, и если, например, мы болеем, там, или что-то, сопельки, то в этот пакет я ещё складываю также, там, риностоп, например, там, носик промывает, да, там, сопельки высасывает, в общем, и так далее. Дальше, дальше салфетки влажные, тут они у меня уже помятые какие-то, влажные салфетки всегда разные, вот эти я в фикс-прайсе брала, сейчас у нас бюбхен пришли, будут бюбхен, и вообще у нас разных много, и памперсы, и всего-всего есть салфетки. Вообще они должны лежать в пакете, я их в пакет ещё укладываю. Так, дальше, начнём, первое, что вижу, да, так, что я вижу здесь? У меня здесь умная еда, после того, как мне пришёл заказик, разный вкус и с удовольствием ем умная еда, это если мне очень хочется где-то кушать, прям я развожу в молоке, в блендере таком тоже с собой ношу всё время, кстати, только выложила, вот только пришла и выложила эту. И, да, кушаю, и она меня очень спасает, потому что бывает за своими делами, я, честно говоря, абсолютно не успеваю поесть, и это очень вкусно, и я прям, бывает, растягиваю на целых 3 часа, прям вот потягиваю, потягиваю, и в итоге очень меня спасает. Это смарт, energy diet, смарт, в общем, да, в моей сумке. Дальше, здесь, естественно, какие-то документы. Так, в последнее время мы делаем всё время какие-то дела, документы, свидетельство о рождении, значит, у меня здесь малыша, подальше надо убрать. Ой, что ещё здесь? О, кстати, недавно я ходила на педикюр, и там одноразовые пилочки, и мне подарили пилочку, так что у меня теперь пилочка. Как всегда, у меня здесь чеки какие-то, вот это я оплачивала недавно что-то. Чистый город, наверное, да, чистый город, что-то, что ходят на мусор убирают, я оплачивала чеки. Вот ещё какой-то чек за что-то. А, флешка, карта памяти, вот, кстати, надо выкинуть. Дальше здесь кошелёк, в этом кошельке денег нету, давай проверим. Да, действительно, здесь денег нет. Здесь, в основном, у меня всякие карточки скидочные, потому что у меня всё я перенесла вот сюда, на сумочку, которая у меня на поясе, и она у меня подручная. Там, в основном, лежат телефоны, карты и так далее. А здесь вот, как бы, карточки скидочные, дисконтные. Давай, закрой, и тебе дам. На. Вот. Селфи-палка, как у любого блогера. Я её вообще почти не пользуюсь, но она здесь лежит. Кстати, вот эта селфи-палка мне очень нравится тем, что она складывается очень хорошо. То есть, она реально вот так вот складывается, и вот, смотрите, моя рука, да, вот она селфи-палка. Кому интересно, я могу, я её заказывала на Алиэкспресс, и я вам ссылку под видео оставлю. Вот это самая лучшая селфи-палка. Она вообще места не занимает в сумке. И всегда, когда нужно с друзьями сфоткаться, там, или саму себя реально красивый вид, да, там, что-то отснять, она прям спасает. Поэтому она со мной и подходит к любому телефону, потому что она подключается через наушники. То есть, к любому абсолютно. Классная. Так, что у нас здесь ещё? Здесь мой блокнотик, куда я записываю песни, куда я записываю дела. Он уже весь почти израсходован. Вот. И нужно его, знаете, пересмотреть, потому что бывают очень важные дела какие-то здесь записаны. Не то, что прям нужно сделать, а может, песня какая-то тут записана. А я, если его вот так вот просто выкину, останетесь вы без песни у меня и я без любимого времяпрепровождения. Какую-то песню потеряем. Поэтому я должна пересмотреть его, что-то переписать в другой блокнот и только потом сжечь. Так, что у нас здесь? Перчатки, которые я тоже заказывала на Алиэкспресс. Очень классные, потому что они сенсорные. И ещё у них вот такие вот пупырышки. Пупырышки мне эти очень нужны и важны, потому что в них крепко держится телефон. И я точно знаю, что он никуда не выскользнет и не упадёт. И плюс в этих перчатках по такому холоду, который сейчас, я могу спокойно лазить в телефоне. Ссылку на них тоже оставлю. Их тоже покупала на Алиэкспресс. Недорого. Дальше. Здесь у меня помады. Тут у меня косметички не лежат. Вообще обычно лежит косметичка. И, кстати, о, в фикс-прайсе я же приобрела себе косметичку. Всё сложу. Она как раз-таки маленькая, удобная и прям вот для сумки. Поэтому у меня вся косметика сейчас. В основном здесь блески. Не вся косметика. В основном здесь блески. Они лежат в открытую. Вот, например, Givenchy с кожаной обёрткой. Давно покупала. Очень универсальный цвет. Цвет этот 103. Вот такой вот цвет. Очень красивый на самом деле. Это вот помада, которую стоит с собой вот просто брать. К сожалению, она не матовая. Я сейчас перешла на матовые помады. Но она со мной. Если вдруг я должна красиво выглядеть, я подкрасила. Она такая, знаете, натурально-коричневая, кирпичная. И вот такая, больше натуральная. Поэтому она мне нравится. И я её ношу с собой. Ну, также у меня есть матовые помады. Вот такая или вот такая матовая помада. Тут разные. У меня наборы всякие разные. И вы знаете, вот у меня есть красный карандаш. Если вдруг нужны красные губы. То есть то, что мало, так знаете, занимает место, оно, конечно, раз тут и валяется. Блеск вот такой вот. Вообще очень крутой, кстати, кисми. Не помню откуда. По-моему, тоже где-то заказывала. Но ссылки, наверное, не найду. Очень вкусно пахнет. А может, это Диваж. 0,4 номер. Очень крутой блеск. Он такой вот дает прям, знаете, прям блеск губам. Такой прям супер-пупер. Вот это Фаберлик. Вот такие вот, на самом деле, гигиенички. У меня всё время валяются. Их может по 3-4 штуки валяются. И каждый раз я буду искать. Представляете, я запущу так руку и буду искать, искать, искать. Поэтому если там будет одна гигиеничка, то это вообще невозможно. Никак. Нужно, чтобы было несколько, чтобы я нашла хоть одну. Ложка для малого. Ну, кстати, её надо убрать уже, потому что он у меня, ну, как бы, ложкой. Я раньше вот всё, что не кашки, а вот выдавливала в ложку, и потом его кормила с ложки. А сейчас он уже научился у меня давным-давно. Сам берёт и всё вытягивает из вот этих вот. Ну, вы поняли. Ох, я иногда не могу подобрать слов. Вот это из таких. Сейчас он уже сам ест отсюда. А раньше я в ложку наливала. Дальше. Карты у меня очень много, поэтому у меня всегда, может быть, вы видели в прошлых видео, у меня вот с картами. С картами, с картами. То есть вот это я покупала в фикс-прайсе, и он уже ужасный. Вообще хорошо бы, чтобы он был кожаный. Надо как-то приобрести визитницу. Но вот не встречала я ещё визитницы, чтобы много так помещалось сюда, понимаете? Вот нашла в фикс-прайсе за 50 рублей. Ну, конечно, он весь уже разыдыван. Ну, я его редко достаю, на самом деле. Сейчас стало меньше покупок делать. И вот тоже с фикс-прайса такой вот. Тоже здесь куча карт. Короче, я не знаю, но у меня карт 50 точно есть. Так, не месил всегда, на всякий случай. Если я куда-то езжу, в поездке или ещё что-то, только я простываю, я вот люблю не месил, если честно. Вот он у меня с собой. Хотя говорят, что это такое, знаете, лучше после еды его, потому что он действует на желудок. И вообще, как-то я ехала в поезде, и мне сказали, что не месил, лучше там чай попить, ещё что-нибудь. Ну, типа это, как эта женщина ехала, говорит, что у неё серьёзные заболевания и боли такие как-то, и ей прописали не месил, потому что это серьёзное лекарство. Она меня отговорила. Вот я начала простывать, и я тогда не выпила, не месил, когда ехала в поезде. Но вообще, я его люблю, потому что и по вкусу как-то он мне нормально. Вот, но это каждому своё. Также у меня здесь вот капли почему-то лежат, я их так не вытащила. Это детские капли називин, и самое интересное, что я ими тоже пользуюсь. Вот если у меня нос заложенный там, да, простыл, мне називин спасает две капельки. Ребёнку по капельке себе, ну, классно, себе по две. Вот, ну, сейчас мы не болеем хорошо, ну, у меня от кашлят, если доктор Мом лежит, как бы нужно, да, жвачки обязательно, потому что бывает мне в машине там что-нибудь тошнит, там, от того, что я не поела, мне жвачку. Хотя в последнее время я вот их не ем, не знаю, справляюсь как-то, да. Шоколадка вот маленькая, это в торговом центре каком-то давали. То есть, если вдруг я проголодалась, то я могу обязательно что-то взять и съесть. Обязательно нитка, нитка. Я люблю нитки такие плоские, то есть не округлые, а плоские. У меня плоская нитка, она здесь у меня идёт с этим. Ой, типа мирами стен, хлоргексидин, вот что-то такое, да, здесь вот такая ниточка. Обязательно я не могу, и она у меня всегда в сумке. Если я теряю нитку, вдруг я начинаю паниковать вообще. Мне, кстати, недавно правильно научили у стоматолога чистить. Нельзя вот так вот ниткой что-то там дробить, потому что мы делаем карманы из-за этого. Куда? Залетает вся еда и налёт. Мы должны очень аккуратно засунул, высунул, засунул, вот так чистить наши зубчики. Очень аккуратно. Нельзя там вот разыдывать. А я вот люблю вот это нитка, там, не знаю, всё пошурудить, она говорит, не, не, ни в коем случае. Так, у меня в пакете тут ещё, ну, мусор как бы, да, но я не буду уже его показывать. У меня тут ещё какие-то документы. Документы. Документы, в общем, тут. Ну, это какие-то неважные, таксерокопии, наверное, я так чувствую. Крышка от соски малого. Ну и всё. Кстати, у меня немного мусора даже, вот фиксик какой-то, это с фикс прайса. Кстати, моя племянница её подвысыпала, и мой брат говорит, что прям вот после этих фиксиков, которые были, говорит, видимо, ну, много. Я это своему малому сладкое ещё не даю, а малая наша, племянница моя, она любит вот эти вот все сладости. И, видимо, вот этих фиксиков она переела, но, честно говоря, вот я их ела, они мне не понравились. Вот фикс прайси я брала. Они мне, по-моему, фикс прайси, или не фикс прайси, не помню где, короче, они мне не понравились, они мне показались очень химозные такие, знаете. И вот они у меня лежат до сих пор, как бы, да, вот кто в гости приходит, нравится, ешьте, пожалуйста, да, каждому своё. Что у меня тут ещё? У меня какие-то вот тут наклейки. А, камера! А, никто не знал? Короче, хочу я в логе начинать снимать на нормальную экшн-камеру, но всё не могу привыкнуть, потому что мне себя видеть хочется. Чего, ты открыл? Открыл, молодец, и что ты хочешь? Денежки её мамой там посчитать? А там нету денежек, нету денежек. Карточки можешь доставать. Короче, у меня экшн-камера есть, которую я купила, а когда таксобаттл был, я специально купила экшн-камеру, чтобы вам было комфортно смотреть видео. И, в принципе, вот так вот, да, вот ходить, снимать было бы клёво себе. Ух, не порви только, ничего там. Скам у меня М20. На самом деле, я смотрела обзоры на неё, и очень крутая камера, и я хочу поснимать с ней влоги. И вот скоро, просто я не могу никак перестроиться, может быть, даже в поездку будет очень удобно взять её, да, и снимать с ней. И мы посмотрим тогда, что лучше. А вы потом мне в Инстаграме скажете, на какую камеру снимать влоги лучше, да, и я на те тогда и буду снимать. Я уже купила сюда карту себе, чек от которой, кстати, был. Так что я беру их, в принципе, обе эти камеры, но снимаю всё время на селфи-камеру свою. Кстати, вы заметили, что я немного подзагорела, да? Я вот смотрю так. Ну, у меня ещё макияж такой, как бы всё блестит, лоснится. Но вот ручки, смотрите, да, подзагорела. Мне так больше, наверное. Вот. Ну и, в принципе, всё. Сумка пустая, мусора не так много. Там вот немножко там какие-то вот у меня лежат, вот буквально тут, да, чуть-чуть мусора. Ну вот я сейчас выкину, и всё, и будет чистота. Прям даже не позорно. Я же думала, что видео сейчас сниму, поржу, и потом подумаю, что не надо его выкладывать или что-нибудь вырежу. Ничего не пришлось вырезать. Вот так вот в моей сумке. Очень многие меня просят скинуть, чем я лечу у ребёнка там и так далее. Не знаю, может быть, где-то во влоге я там покажу, если будет, да. А что-то отдельно мне не хочется видео снимать, если честно. Про лекарства, вот это вот всё, все эти темы. Либо в Инстаграме я сказала, что сниму. Поэтому, если кому-то интересно, я коротенькое видео на минутку могу снять и показать, вот чем, например, я всё время лечу ребёнка, да. Что у нас всегда есть в аптечке. Вот кому интересно, добавляйтесь в Инстаграм, пишите запросы, я буду понимать, что вас много. И, конечно, сделаю коротенькое видео, например, там в Инстаграме. Или во влоге где-то покажу. Вот. Всё, мои хорошие, я рада была показать вам, что в моей сумке. В принципе, ничего особенного, да. А в маленькой сумке на поясной у меня, кстати, что там всегда? Телефоны лежат, карточки мои лежат, деньги. Наличных у меня очень редко есть, когда деньги. В последнее время не успеваю их снимать, просто. Как сила, потратила, поэтому их всё время нет. Ну и всё. В принципе, с собой ничего особо больше. Идла. Всё, надеюсь, моё видео вам понравилось, было интересным, что-то было полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто в первый раз. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok